здравствуйте дорогие друзья сегодня у меня на канале очередной двенадцатый выпуск ножевых новостей срез декабрь 2022 года американская компания burnside knives выпустила новый нож сотрудничестве с известнейшим комедийным дуэтом который называется чич и чонг скажу что если о компании burnside knives до съемки этого выпуска ножевых новостей я не слышал вообще ничего то а известнейшим комедийным дуэте чич и чонг кое-что слышал но слышал как-то так по отдельности никогда не знал что два эти человека длительное время аж 70-х годов прошлого века представляли из себя такой известный стендаперский дуэт соединенных штатах америки о томми чонге я слышал в тарантиновских бешеных псах там вот в одном месте есть такой диалог в котором харви кейтель по-моему говорит чаби ченг томми чонг чоби чонг твою мать вот что-то вот там такое происходило то есть я в общем имел представление что это какой-то такой американский актер ну который почему-то попал квентину тарантино фильм а вот по поводу чича ричарда марина я знаю конечно несколько гораздо больше потому что вы вот это вот помните это тот самый bartender из отчаянного и в общем вот эти два человека имеющие такую довольно неоднозначную репутацию в американском шоу-бизнесе но существующие там уже очень много десятилетий каким-то образом дали согласие на то что на новый нож вот такой тоже не очень-то сильно известной американской компании попадет их логану сделано это в частности потому что часть денег будет перечислено на благословительность в какой-то очередной там фонд спасения животных именно поэтому на обратной стороне ножа есть вот такая надпись спасите китов основном на же решил бы рассказать потому что здесь много моментов которые мне понравились но откровенно говоря начать наверно нужно с того что мне все-таки как-то показалось несколько странным потому что в целом новость о выпуске такого ножа оставила у меня положительное впечатление но все-таки все-таки есть конечно моменты вот этого ножа длина клинка составляет немногим больше семи сантиметров и при этом на клинке здесь сделала вот такая вот переменная геометрия я лично не то чтобы противник решений с переменной геометрии но считаю что они имеют какой-то практический смысл на ножах имеющих гораздо более длинные клинки вот на таких коротких клинках но как мне лично кажется это по большей части баловство потому что именно такую простую бытовую работу для которой может быть предназначен подобный нож со слит джоинтом при такой геометрии клинка делать становится просто неудобно а вот что мне понравилось на же который называется приятель на испанском так это то что это один из таких вот современных ножей которые используют концепцию ножа на слит джойнте то есть практически с не блокирующимся клинком складного ножа вот есть действительно такое интересное наблюдение у авторов этой новости что с одной стороны это вот такая очень старая конструкция которая свойственна классике но и материалы исполнения это как вообще сделан весь этот нож скорее гораздо сильнее приближают его к ножам современным то есть вот это наконец-то такой уход от того факта что ну вот вам обязательно нужно иметь замок на ножи и замок это должен быть надежным то не складываться даже в каких-то сложных ситуациях а это как раз разговор о том что это простенький такой инструмент который должен лежать в кармане и просто вас радовать своим внешним видом и способностью отрезать что-то вот достать и отрезать если надо поэтому какой-то сильно серьезно сложный замок ему не нужен при этом благодаря такому размеру и отсутствую опять-таки замка нож обладает весьма и весьма скромной массой что-то там немножко более 70 грамм в общем короче говоря его длина клинка примерно сопоставима с его массой ну миллиметры и граммы вот как-то приблизительно так это у них получилось конструкции и выглядит довольно забавно отдельная радость заключается в том что в ноже со слит джойнтом есть вот такая вот эмерсоновская так называемая шайба для открывания клинка то есть вы получаете нож который с одной стороны да не имеет жесткого замка но зато его вполне спокойно можно открывать одной рукой что ножа на слит джойнте не свойственно вот тут это сделано как раз с уклоном в такое современное привычное уже нам современным людям использование складного ножа ну и кроме того посмотрите какой у него симпатичный стеклотекстолит gt на рукояти текстура обработка в общем на вид прям все выглядит как надо то есть с одной стороны нож сохраняет некую такую игрушечность ну плюс-минус и можно даже и просто пощелкать полюбоваться что как мне лично кажется должно быть вот у небольшого карманного складного ножа а с другой стороны все таки это такой старый добрый нож на слит джойнте единственный спорный момент для потенциального покупателя подобных ножей в россии заключается в том что нож этот made in usa и поэтому за все вот это великолепие с клинком из стали sandvik 12c27 с вас попросят 100 долларов и откровенно говоря насколько это адекватная цена в текущих условиях большой вопрос но тем не менее не могу не показать сделано прикольно опять же чичмарин в общем все вот это вот антуражная такая штуковина по-своему любопытная партнер этого выпуска ножевых новостей срез сеть ножевых магазинов мессер мейстер физические магазины в москве и санкт-петербурге для всех остальных большой интернет магазин также предложаю вас на канал сети ножевых магазинов мессер мессер его виду тоже я и там три-четыре ролика в неделю по поводу ножей тесты и все такое моя личная ножевая новость на этой неделе с ножами не особенно связано связано ну так скорее всего заточка инструмента вообще дело в том что я у своего парикмахера стилиста на этой неделе выпросил вот такие вот вот такие вот фокус вот такие вот ножницы которые это профессиональные изделия которые уже серьезно затупились и вот на самом деле очень часто так бывает что специалисты парикмахерского дела просто вынуждены скажем так покупать новые ножницы когда ножницы затупляются у меня есть воркшарп на котором вроде бы заявлено что в частности затачивать на нем ножи тоже можно вот честно говоря хочу попробовать поэтому очень прошу если обладаете каким-то опытом заточки вот такого инструмента на электрических точилках пожалуйста обязательно напишите мне какой-нибудь комментарий чего следует опасаться что следует сделать перед заточкой ну что попробую сделать и так далее потому что конечно мне дали с тем условием что я их вернул чтобы с ними не получилось но тем не менее не хотелось бы загубить вот такой вот инструмент первыми своими такими попытками в этом вот таком сложном достаточно деле насколько понимаю потому что очень многие люди которые точат ножи ножницы точить не берутся американская компания керша выложил у себя на сайте новый нож который называется мисс директ неверно вообще прежде чем рассказать о ноже не могу не отметить что у всей корпорации кайну вернее наверное у всех их ножевых подразделений как это очень странная манера вести свои сайты у них на сайтах везде есть раздел который называется камен сумму то есть скоро будут выпущены какие-то ножи и что у zero tolerance что у керша на сайте этот раздел всегда пустой зато потом прямо как из ниоткуда появляются ножи которые находятся в продаже и вот мисс директ от как раз такой случай но более того у мисс директ есть еще более странная ситуация дело просто в том что в описании этого ножа указано что он сделал специально для того чтобы продаваться на сайте керша knife.com при этом на этот сайт вот я по крайней мере при подготовке к обзору попасть не смог зато на официальном сайте керша этот нож вполне себе продается и более того у него так уже процентов на 30 снижена официальная рекомендованная цена вообще вот сам по себе мисс директ это такая некая методичка по поводу того как взять китайский нож керша с ценой ну где-нибудь 50 долларов она должна быть примерно и назначить ему цену в 140 а потом сбросить ее до 90 там с копейками продавать вот так вот в качестве основной рекомендованной цены для этого нужно на китайском производстве поставить на нож клинок не из какой-нибудь традиционный для китайских производств керша d2 или уж не дай бог 8 chrome 13 молебден ванадий а сделать в общем-то простецкий клинок с тем же самым блэк вашем но из стали с 35 вен я вот если честно признаться очень длительное время являюсь таким человеком который недоумевает от такой тенденции в ножевом производстве считать с 35 вен ну такой вот прям вот ушек какой порошковой сталью из-за которой ножу можно прибавить цене там долларов 50 70 ну правда на мой личный взгляд это не совсем то но у этого ножа конечно есть еще одна очень интересная особенность из-за которой ему прибавили цены дело просто то что несмотря на цель на стальную рукоять здесь на рукояти сделали вот такое вот яркое pvd покрытие которое у одной версии ножа бронзового цвета у другой вот такой вот ярко синяя и благодаря этому тоже так вот приподняли цену хотя в общем то в основе своей это такой вполне обычный нож китайской серии компании керша замок фреймлок цель на стальная рукоять и в общем то ну ничего такого особенного для компании керша в осевом узле или в общем абресе ножа а вот с другой стороны можно сказать что у керша очередной раз получилось выделить внутри своей китайской серии какой-то нож при том что вроде бы в него не вносились какие-то кардинальные изменения вот смотрите сами вот этот нож имеет длину клинка в 76 миллиметров кроме того весит он всего 82 грамма несмотря на вот такую свою цель на стальную из так можно выразиться конструкцию отличается ли он от большинства ножей компании керша отличается отличается ли он от большинства ножей китайских производителей которые могут быть за плюс-минус вот эти деньги или дешевле тоже очень сильно отличается и отличается именно внешним видом вроде бы ничего такого а нож вполне себе такой любопытный я честно говоря когда его обнаружил прямо некоторое время так как-то подзалип ну да здесь можно поспорить по поводу того что цена могла бы быть долларов на 20 дешевле нож бы от этого только выиграл но в принципе очередной раз корпорация к ее подразделение компании керша показывают что ну могут вот они вот на основе каких-то очень простых таких не сложных и главное недорогих производстве изменений сделать какой-то вот очередной симпатичный дизайн на мой личный взгляд мисс директор как раз именно такой нож американская компания джеймс брандт выпустила на рынок новый нож который называется за клайн а самой не очень широко известной американской компании я как-то уже рассказывал в одном из своих выпусков где была новость о том что они сделали вот такой вот небольшой и дисси нож со сменными лезвиями но теперь мы разговариваем о том что у компании появился первый собственный нож который полностью сделан среди штатах америки это вполне такой классический фолдер но впрочем с некоторыми особенностями которые должны видимо как-то оправдывать довольно высокую цену в 360 долларов за единицу ну во первых конечно нельзя не сказать что подобная цена все-таки в первую очередь определяется тем что это первый нож компании который полностью сделан среди штатах моей америки от изначального макета до последних сборочных операций в общем принципе с сша этот нож никуда не выезжал поэтому конечно подобное действие но очень часто заставляет производителя особенно таких небольших производителей как джеймс брандт очень высоко поднимать цены на свои ножи но естественно этого недостаточно для того чтобы покупатель посмотрел сказал о да я куплю этот нож за даже за такие деньги потому что он сделан в сша потому что когда речь идет о маленьких производителях ну в общем то это ничего не означает кроме того что вы довольно дорого скорее всего заплатили своим рабочим и кроме того платите довольно таки высокие налоги за свою деятельность ну и тут конечно я бы сказал что у ножа есть две фишки первая из них заключается в том что это достаточно крупный нож с клинком немного более 80 миллиметров и сделанным из стали магноката которые только и трубили все американские источники весь уходящий 2022 год второй любопытный фишка этого ножа является использование в его конструкции фирменного замка компании который у нее на сайте называется ки джейби слайд лог джейби в данном случае это за джеймс брандт ну то есть по сути дела еще раз подчеркивается что это именно фирменный замок компании вот уж хотел бы я посмотреть чем он отличается от всех остальных аксис лока подобных решений потому что с одной стороны на вид вообще не похоже что хотя бы чем-нибудь но я же вижу только фотографии нож в руках не держу а с другой стороны за джеймс брандт компания они известны тем что уже разработали самостоятельно пару оригинальных замков поэтому может быть не в классической конструкции аксис лока использовали что-нибудь такое эдакое но это мы сможем узнать только если что-нибудь из их продукции с этим замком попадет нам в руки я довольно внимательно рассмотрел фотографии этого ножа и по крайней мере у меня сложилось впечатление что каких-то полноценных лайнеров там нет то есть ну сделано примерно так же как на большинстве ножей бенчмейт есть такие квази лайнеры которые обеспечивают просто нормальную работу замка благодаря этому нож удалось сделать достаточно ну скажем так не то чтобы легким но относительно не тяжелым него масса в районе 113 с копеечками грамм то есть в общем в принципе для ножа с длиной клинка 86 миллиметров это не так чтобы особенно много ну и при этом у него вполне такая крупная рукоять как вы можете видеть сделана она из ми карты поэтому в общем в этом отношении я думаю что проблем никаких иметь мы не будем и еще одна особенность которая на современном рынке уже наверно должна быть подчеркнута как особенность у этого ножа в осевом узле нет шариковых подшипников там сделаны вполне себе такие обыкновенные бронзовые там чего-то бронза с фосфором какие-то там такие штуки написаны в общем вполне обычные шайбы переставляемая клипса довольно-таки значительное темлячное отверстие stone wash на клинке с вогнутыми спусками из стали магнокат довершают вот такой образ этого неплохого в принципе ножа цена 369 долларов нож вполне себе доступен в данный момент продажи на официальном сайте производителя ну откровенно говоря есть определенные сомнения james brand company такая маленькая компания по сути дела поэтому вряд ли конечно можно говорить о том что эти ножи теперь будут бесконечно находиться в продаже но я так скажу что конечно цена в общем-то не сильно устраивает например меня с точки зрения того сколько стоит этот нож но с другой стороны помятуя за сколько сейчас компания спаделька продает нож из своего проекта ну где это по сути дела не нож а вот просто такая режущая заготовка из той же самой стали магнокат начинаю понимать что да общем то может быть это и вполне адекватная цена то по крайней мере на данный момент пока этой стали выпускается еще не так много она имеет вот такой ореол популярности в соединенных штатах америки поэтому решил показать этот нож вам китайская компания винаев представила новый нож своего производства с дизайном питера кэри который называется nitro mini я вот так вот здесь сейчас говорю что компания винаев представил этот нож а на самом деле оказалось что на прошедшем месяц назад блэйд шоу с 2022 этот нож получил две награды одну из них как лучший производственный складной нож и другую как лучший производственный нож вообще питер кэри это такой американский knife maker примерно моего возраста живет он штате техас и на самом деле в широком ножевом мире он известен в первую очередь своими коллаборациями с американской компании спадерка несколько ножей для них он уже разрабатывал но насколько я понимаю именно с компанией винаев его нож получил вот такие вот замечательные награды это еще и отдельно интересно тем фактом что награды на самом деле здесь не за дизайн ножей а вот именно за их такое фабричное производство то есть наверное все таки это в большей степени награды компании винаев чем награды питера кэри ну хотя конечно как посмотреть nitro mini это такой под уменьшенный вариант оригинального ножа питера кэри который был несколько побольше размером этот же нож постарались вписать в формат современных среднеразмерных фолдеров еще лет пять назад я говорил что нож среднего размера это нож длиной клинка около девяти сантиметров но теперь вот это как обычно нож у которого длина клинка немного меньше восьми но с толщиной клинка тут решили ничего не делать она видимо осталось как у оригинальной модели 3 и 2 миллиметра откровенно говоря при вот такой длине клинка ну мне вот лично кажется что где-нибудь на 0 304 миллиметра можно было бы сделать клинок потоньше но не судьба имеем вот то что имеем нож в результате имеет общую массу чуть больше 100 грамм ну что как бы не очень много но и не какой-то рекорд по легкости но при этом да вот конечно дизайн такой очень интересный узнаваемые симпатичный дизайн полноразмерного ножа и деси который просто немного уменьшили замок у ножа по крайней мере на сайте компании определяется как замок фреймлок и так на всех четырех версиях модели которые сейчас в данный момент выпускаются производителем ну вот честно говоря я вам вот так вот эту картинку покажу и скажу так я бы наверное все-таки понимал тех людей которые будут оспаривать и скажут ну какой же это фреймлок но тоже явный лайнер здесь практически лайнер сам замка он просто закрыт получается снаружи накладка из того или другого материала но тем не менее споры о том что считать фреймлоком идут довольно таки давно я лично просто отношусь тем людям которые считают что сама по себе идея замка фреймлок состоит в том что когда вы берете нож в режущий хват вы как бы прижимаете пружину замка не давая ножу раскрыться еще и просто ну благодаря хвату рукой если этого нет то это уже не фреймлок а лайнер лог но кто я такой чтобы оспаривать людей которые пишут описание ножей на сайте компании винаев нож выпускается в пяти версиях и видимо благодаря очень высокому такому качеству фабричного изготовления ну и конечно наверное клинкам из стали 20си этих ножей дешевле 300 долларов по цене вы не найдете две условно базовые модели стоят по 315 долларов от своих последующих более дорогих собратьев они отличаются тем что накладки на рукояти сделаны из микарты двух цветов дальше идут два ножа за 345 и 352 доллара которые отличаются тем что накладки у них сделаны из того или иного фэдкарбона ну конечно вот этот фэдкарбон мною любимый с вот этими вот медными вкраплениями он конечно немного подороже ну а последняя версия эта инструкция по поводу того как взять в общем то вполне и без того не дешевый нож и запустить его цену просто в космос ничего особенно не меняя в его конструкции просто вы берете вот такой вот редчайший красивейший фэдкарбон ставите его на накладки на рукояти а потом еще берете вот такого домастил который имеет название которое я не могу выговорить но да тут нельзя не сказать что штамп этого дамаска ну просто очень красивый даже на фотографиях соединяете все это вместе в старой конструкции ножа и его цена становится 740 американских долларов в принципе хотя вы ну в общем то ничего такого особенного и не делайте хотя вполне возможно что вот такая вот обработка этой вот дамасской стали это дело которое ну действительно очень сильно увеличилась себестоимость ножа да и фэдкарбон вот такой ну может наверное стоить гораздо дороже того который был на накладках предыдущих версий этого ножа ну собственно говоря винаев никакой имный производитель никак собственно оригинальный бренд никогда не делали особенно дешевых ножей если же вам хочется вот это вот производственного качества которое получает всяческие разнообразные призы в соединенных штатах америки но при этом платить столько за ножи вы не готовы надо смотреть на ножи бренда cvv потому что качество там будет но там материалы попроще и совершенно другая ценовая политика я честно говоря думаю что винаев это какая компания которая на вот ножах под брендом винаев так прям капитальные деньги зарабатывает а cvv это такие ножи для всех там особенного заработка ну наверное в абсолютном выражении нет хотя в процентах он наверняка тоже не маленький выпуск подошел к концу на сегодня все надеюсь что он это было интересно большое спасибо за просмотр пока